Зелёная парящая ящерица или аэрозавр Является свидетельством безграничной изобретательности природы. Аэрозавры – ещё одна отделившаяся линия ящериц с острого черепа, приспособившаяся к полёту. Они были в состоянии убежать от хищника по воздуху. Складывается ощущение, что эволюция использовала все свои карты, которые держала в рукаве. Аэрозавры имели перепонки между длинных когтистых пальцев и вдоль задних конечностей. Они не могли далеко парить, но без проблем перемещались от одного дерева к другому. Этого, как правило, было достаточно, чтобы спастись от челюстей крупных многоножек и других нелетающих хищников. Также аэрозавр мог ловить насекомых на лету, а если добыча удавалась скрыться, то аэрозавр мог преследовать её. Ящерицы имели небольшую кожную складку на шее. Считается, что во время полёта она надувалась, образуя своего рода шейный парус, с помощью которого рептилия могла менять направление полёта. А самцам эта кожная складка помогала привлекать противоположный пол. Естественным врагом аэрозавров являлся проворный ястреб с острого черепа. Однако иногда ящерицам удавалось скрыться от него. Но зачастую красивая голубоватая птица умело ловила аэрозавров прямо в воздухе, не оставляя шансов на спасение. В длину аэрозавра достигали от 18 до 25 сантиметров, в росте от 6 до 10 сантиметров. Весили при этом до 200 грамм. Место обитания аэрозавров являются горы и джунгли острого черепа. Ты. Да, я не ошибся. Именно ты. Человек, который запустил данное видео. На моём канале ты сможешь увидеть самое лучшее видео не только про динозавров, но ещё и связанное с научной фантастикой. И подписавшись на канал, ты никогда об этом не пожалеешь. С тобой был Дарт Сидиус. Всего тебе хорошего и удачи!